В мире ежегодно регистрируется до 40 миллионов случаев инфекционных заболеваний. В России отмечается рост заболеваемости эпидемическим паратитом, корью, энтеровирусными и острыми кишечными инфекциями, а также гепатитами А, Е и С. Причем количество ВИЧ-инфицированных составляет около 2 миллионов человек. Регистрируемые инфекционные болезни – это лишь малая часть истинного распространения инфекционной патологии, подчеркивают специалисты. Угроза безопасности жизни человека существует всегда. Эта угроза может быть природной, а может быть искусственно созданной. И в чем особенность именно биологической безопасности, что, с одной стороны, это угроза естественная, природная, это возвращающиеся инфекции, это новые инфекции или, скажем так, эволюционирующие инфекции. Сейчас довольно-таки активно обсуждается такое движение, как биохакерство, когда, по сути дела, у любого человека, более-менее обладающего определенными знаниями, появляется возможность из реактивов, купленных в магазине, иногда по интернету, в условиях самых элементарных практически, как на сленге принято говорить, в условиях гаража создать искусственно биологическую конструкцию, которая, по сути дела, будет по своим характеристикам соответствовать естественному возможному возбудителю. В России до 2020 года принята серия приоритетных мер по борьбе и предупреждению распространения инфекции. Это и обеспечение лекарственной терапии, импортные препараты и вакцины заменяются отечественными иммунобиологическими препаратами, появляются современные методы лечения и проводится профилактика заболеваний. Во время высокого роста миграции во всех регионах проходят специальные санитарные мероприятия. Лидирующую позицию в этом аспекте занимает Краснодарский край. В крае очень много уделяется вакцинопрофилактике. Сегодня мы с вами знаем, что грипп у нас с вами сезон. И вакцинопрофилактика, которая проведена в крае в 2016 и 2017 году, позволила значительно в два с лишним раза снизить заболеваемость этим грозным заболеванием. Вместе с Республикой Тува мы в числе первых, кто провели вакцинацию, больше, чем 50% жителей нашего края прошли вакцинацию. Это 2,6 миллиона человек, 53%. И вот эти хорошие результаты, конечно же, необходимо транслировать для населения, чтобы они по-прежнему были приверженцами вакцинопрофилактики. Это даёт свои результаты. Во время пресс-брифинга прошли приёмы в формате видеовопросов. Ведущие специалисты страны ответили на все интересующие жителей вопросы. В рамках 4-й Всероссийско-научной практической конференции предусмотрено множество лекций и семинаров, по итогам которых во всех крупных лечебных учреждениях пройдут мастер-классы.